Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. И сегодня я хочу поговорить о тургоре листьев у орхиды, потому что мне очень часто в последнее время задают этот вопрос, что я делаю, если у орхидеи теряется тургор листьев при пересадке. И хочу поговорить об этом на примере моих двух клеопатр. Это две клеопатры. Прошло уже месяца полтора после их пересадки. Это стандартная. Это клеопатра бабочка. Она решила нарастить эти два, вернее уже три цветочка. Вот этот цветочек распускается сегодня. Эти два предыдущих цветочка тоже домашние. И здесь она еще наращивает цветонос, но я хочу удалить этот цветонос. А этот цветочек, он тоже домашний, распустился на стандартный, но он тоже уже увядает. Хочу удалить не цветонос, а вот эту часть, верхнюю часть цветущую цветоноса, чтобы этому цветочку было удобнее наращивать корни и приходить в себя. А так он тратит силы, конечно, на цветение. Кстати, вот цветение, наращивание цветоноса, бутончиков, это тоже очень сильно сказывается и на тургоре листьев, и на росте корней это все замедляется, потому что все силы отдаются именно этому. Именно тому, чтобы продолжить род, потому что орхидеечка для любого растения это главное. Ну и для любого живого существа в основном, в основном это главное. Сейчас покажу их розеточки. Вот они. Это орхидея бабочка, это орхидея Клеопатра стандартная. И вот эта Клеопатра стандартная, она меня больше удивила, чем бабочка, потому что у бабочки при пересадке осталось в результате очень мало корней. И я вполне ожидала, что у нее тургор пропадет, и вот так вот листья повиснут, и станут морщиниться. Это для меня было вполне ожидаемым. Но у стандартной Клеопатры, у нее тургор пропал еще больше, при том, что у нее было достаточно корней при пересадке. Но что я делаю, вот меня спрашивают. В данном случае я ни с то, ни с этой, я не делала ничего, потому что я все отдала воле весны, того, что сейчас все идет в рост, тому, что они, слава богу, оказались без гнили обе. И я решила, пусть растения сами справляются. В принципе, они не помирают, слава богу. Просто это, просто стресс. От чего происходит? От чего теряется тургор? От того, что они... Цветок, в первую очередь, помещается не только в температурные другие условия, их из магазина привезли домой, но и нарушается самое главное, нарушается то, что они привыкли к одному субстрату, очень влагоемкому, а их даже при наличии отличных корней, пересажив в другой субстрат. И даже несмотря на то, что я сюда добавила в этот субстрат и перлит, и кремневит, и дырочек нет в этом горшочке, чтобы максимально сохранялась влага в горшочке, все равно, конечно, корешочки стрессуют. Здесь вы можете наблюдать, что субстрат еще влажный, особенно в нижней его части. Влага есть в субстрате. По темному виду и керамзита, и коры, и кремневита видно, что влага там еще сохранена. И можно еще сегодня, завтра точно не поливать. Здесь даже не то, чтобы конденсат, здесь, Саша, конденсат превратился уже в капельки воды. И внизу тут, внизу горшка вот все влажное. Но все равно, конечно, просто орхидея стрессанула. Но при этом она растит корешочки, видны старые корешочки. Конечно, часть корней всегда отмирает, всегда. Видны и пропавшие корешочки, вот здесь вот гроздочка пропавшая. Но все равно растит она корни, и сверху, и снизу, все раскукливает. Вот эта орхидеечка здесь вот в серединочке виден корешочек, тут вот корешочек, сверху вот растит корни. Здесь вот раскуклился, вернее, не раскуклился, а почечка, почка пробудилась, корешочек растет. Для меня главное после такой пересадки просто не пересушивать растение, потому что одно время, вот пока я... Я до сих пор, в принципе, ищу влагоемкий субстрат. Ну, не то чтобы влагоемкий, а максимально адаптированный для моих условий, чтобы орхидеи минимально страдали. Ну, конечно, без этого все равно не обходится, все равно орхидеи стресс происходят, все равно тургер теряется, как видите. Но все равно стараюсь сделать этот субстрат влагоемким. Что можно сделать с листьями? Я как-то... Но не на этих, конечно, но у меня была умирашка, я ее листья прям обвязывала бинтами. Мне посоветовали, многие этим способом пользуются. Обвязываете бинтами листья, можно положить и ватные диски между бинтиками, можно какой-нибудь влажной... Вернее, можно какой-нибудь тканью обмотать листья и просто постоянно увлажнять эти бинты, эту ткань, чтобы они... Орхидея постоянно была... Листья орхидеи постоянно были во влаге. Но только единственный, ну, на мой взгляд, минус этого способа в том, что у орхидеи листья становятся немного на вид как бы не очень здоровыми, в том плане, что они становятся отечными. Да, они приобретают, они легонечко приобретают тургер, приобретают. С этим никак не поспоришь, все-таки через листья тоже влага проникает в растение. Но получается немного отечность. Но все равно, все равно способ хороший, тем более с умирашками. Опять же, с умирашками. Здесь, в этом случае, я этим не хочу использовать. Честно, я не хочу заморачиваться, потому что они не умирашки. Они наращивают корни обе. Вот сейчас покажу вторую. Это Клеопатра бабочка. У нее тоже здесь еще влага есть. Влаги достаточно в горшочке. Она тоже растит корни. Поэтому я не заморачиваюсь, не обкладываю ничего бинтами. К слову, я, кстати, не опрыскиваю совсем орхидеи. Я только протираю листья от пыли влажными дисками время от времени. Вот и здесь корешочки видны, растущие. Вот кончик, вот там вот внутри. Не знаю, на камеру будет видно это или нет. Так. Вот у нее при пересадке осталось очень мало корней. И здесь даже вот какая-то часть корней тоже, конечно же, пропала. Там вот корешочек виден на уровне держателя цветоноса. Зелененькая, видно. Вот мне тут через стенку горшочка, правда, отсвечивает. И сверху вот она тоже растит, корешочки. То есть, поэтому я ничего не делаю. Они растут. У нее я только срежу вот эту вот цветущую часть, чтобы она не тратила на это лишние силы. Не надо. Я, слава богу, порадовалась цветением орхидеи, ее прекрасным цветочком. А эта орхидея растит листочек из серединочки. Это вот стандартная клеопатра. Сейчас попробую приблизить, чтобы показать. Так. Так, где листочек? Не знаю, будет ли вам видно. Ну-ка. Он там прям в глубине, в глубине. Вот, вот, кажется, его видно. Вот. Прям чуть ли не только намечается. Вот полосочка. Да, полосочка видна, листочка. Вот, камера поймала фокус. Хорошо, вот. Вот теперь его отлично видно. Этот новый растущий листочек из серединочки. И что я хочу еще сказать по поводу вот этого тургора у листьев. Если вы видите, я сейчас говорю, вернее, сначала скажу о бумеражках. О бумеражках, об уценках, о реанимашках. Если у вас реанимашечка, тогда, конечно, используйте все способы. Тем более, если она у вас не посажена, тогда и листьями прям в воду опускайте. Если она у вас посажена, стоит над корой, над чем-нибудь, тогда обкладывайте листья, обматывайте листья, и варуме превращается к листьям. Тургор становится очень хорошим. Пропадают все морщинки, но листья так и остаются висеть. Листья так и не встают. И ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы любая орхидеечка у вас, чтобы у нее не было гнили, потому что если орхидея здоровая, она начнет растить корни, она начнет растить, наращивать новые листочки. И вот новые листочки, они уже лезут с очень хорошим тургором. У них уже листья и корни будут расти, адаптированные к вашим условиям. И растение будет развиваться хорошо, уже по вашим условиям. И уже новые листья будут расти, естественно, без какого-либо стресса. Да, эти новые листья могут быть маленькими, но каждый следующий лист, он будет все больше и все крупнее и крупнее. Это нормальный естественный процесс, потому что каждый первый листочек домашний, он может быть меньше магазинного, меньше магазинных листьев и самым маленьким из всех далее растущих листьев. И это нормальный естественный процесс, потому что все-таки страдают корни при пересадке. И тем более, чем меньше корней, тем меньше листочек. Это тоже имейте в виду. И можно пересадить орхидею. У меня недавно было видео, о шатающейся в горшке орхидеи я ее пересаживала. И вот у меня поступил такой вопрос, тоже такой комментарий, что девушка пересадила орхидею по той же причине, что у меня. После первой пересадки орхидея начала шататься в горшке, корни оказались пропавшими, потому что это тоже естественный процесс. У многих орхидеи, когда магазины и корни пропадают. И она ее снова пересадила, но орхидея все равно шатается в горшке. И она будет шататься, потому что у цветка толком нет корешочков, поэтому она шатается. Вы просто подождите, она нарастит корешочки. И все, и она этими новыми корнями укрепится в субстрате. И перестанет шататься. Так что это все дело времени. Тургер тоже это все дело времени. Его можно очень долго налаживать, этот тургер. Он может вернуться. Ну, редко, конечно. Если он не сильно потерян, тогда он возвращается полностью. Если сильно потерян, он может вернуться через какое-то время, потихонечку, постепенно. Но листья могут не встать. Это тоже ничего страшного в этом нет. Опять же, подведу итог. Главное, чтобы ваше растение растило корни. Это самое главное. Будут корни, будут лезть хорошие листья. И новые листья будут лезть уже с отличным тургером. Ну, а эти магазинные листья, они со временем, они все равно уйдут. И останутся только новые листочки домашние. Ну, на все, на все нужно время, на все нужно терпение. И все будет с вашими растениями хорошо. Главное, чтобы они были здоровы и без гнили. Вот это самое главное. Все остальное у вас пусть не дает. Иногда я еще облакачиваю вот эти листья на рядом стоящие горшочки. Вот так вот. Тем более, сейчас у них прошел карантин. На мой взгляд, их можно уже ставить ко всей остальной коллекции. И вот так вот я их ставлю на рядом стоящие горшочки. Чтобы это выглядело более симпатично. Можете, конечно, соорудить конструкции. Можете поставить сюда еще держатели. Прикрепить листья, поднять листья. Если считаете, что так растению будет легче. Я так делала. Мне не очень понравилось в результате. Все равно на моем опыте, вот когда листья вот так вот теряют турбер, вот так вот уже морщинится, это не особо помогает. Все равно турбер возвращается, но листья все равно толком не встают. Да, они будут держаться, но все равно под собственной тяжестью они вот так вот лягут. Но, опять же, это лишь мое мнение, это лишь мой опыт. Возможно, кому-то, у кого-то больше терпения в этом плане. Кто-то может смотреть на орхидею и целый год в такой конструкции. Я вот таким терпением, я не отличаюсь. И поэтому я просто делюсь только своим опытом. Если вы так можете, то делайте, сооружайте конструкции. Или же, или вот на что у меня как бы хватает терпения. Да, вот сейчас покажу. Вот, например, это мой мастер-пиз. Вот, видите, как я сделала? Здесь стаканчик. Он у меня стоит в стаканчике. В стаканчике водичка. Он этим корешочком, я опускаю его, пить водичку. И маленький стаканчик внутри большого стаканчика находится. И вот эти вот большие стенки высокого стаканчика, они держат вот эти листья. Вот, можно сделать вот так вот. То есть вот такой один из способов. Кстати, раз уж я его достала, хочу показать вам его состояние заодно. Это я его замазывала Максимом. И у него проклюнулся корешочек. Вот, здесь корешочек. И здесь хочет проклюнуться еще и раскуклиться... Как его? Другой корешочек. Кончик корешочка. Ну, пока жду. Пока смотрю. Смотрю, как он будет дальше себя чувствовать. Надеюсь, гниль не пойдет дальше. Ну, вот тоже вот как один из способов. Цветонос я не отрезаю, потому что он помогает туда не сваливаться орхидейке вниз стаканчика. То есть он как держатель тоже тут работает. Ну, опять же, конечно, все зависит от состояния орхидеи. Подведу итог. Если у вас уценка, если она еще не посажена, то с ней в этом плане будет проще. Листьями и в воду, и обматывайте, обматывайте, и увлажняйте. И листьями прям в воду, чтобы она максимально получала влагу. Тем более, если была гниль на шейке, допустим. Когда рискованно шейкой мочить шейку. Ну, шейку всегда рискованно мочить. Но во время гнили особенно. А если она у вас посажена, если имеет какие-то корешочки рабочие, если она у вас здоровенькая, и тем более, если она уже пошла растить у вас корешочки, то ничего пусть вас не смущает. Можете, конечно, можете тоже и увлажнять листья, и обматывать, увлажнять ткань вокруг листьев. Это все на ваш выбор. Это все, как посчитаете нужным. Мои прекрасные цветочки. Ну, а новые листья пойдут расти уже с тургором. С новыми корнями будут новые листья. И все будет хорошо с вашим растением. Но потерянный тургор пусть вас не смущает. Да, это, конечно, не очень красивый вид, не очень красивое зрелище. Но в любом случае пугать вас это не должно. Спасибо всем большое за ваше внимание. за ваши вопросы. Ну и до новых встреч. Всем пока.